можно назвать обувь 2 распаковка потому что хозяйка коробки стоит довольная как слон подарки вечер через несколько лет уже будет пост потому что я работаю на нашем канале для гостей и новых зрителей будут начисляться баллы чаевые бонус короче виртуальные денежки которые будут закидываться на ваш счет и вы можете их потратить просто так сейчас реально похоже на продавщицу обувного магазина блин смотри какая красивая собака это дочь и подарит я плохо говорю не получилось в общем смотрите что из этого может получиться вот такой карабас как бы еще хочется добавить всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас будет распаковка распаковывать будем можно сказать подарки от убера от убера и от shop.ua кто был на нашем канале тот немножко раньше видел мы рассказывали про работу двух аккаунтов связки уберы shop.ua потому что я работаю на убере кто не был на нашем канале для гостей и новых зрителей вкратце говорим если вы работаете на убер то вы даже если вы не важно водитель или пассажир вы можете свой убер аккаунт связать с аккаунтом интернет-магазина shop.ua и за то что вы катаетесь в том или ином амплуа вам будут начисляться баллы чаевые бонусы называйте их как хотите короче виртуальные денежки которые будут закидываться на ваш счет shop.ua и почему виртуальные потому что снять вы их не можете а можете только воспользоваться в этом магазине и вы можете их потратить просто так а можете потратить как специальные баллы на со специальными скидками и бла-бла-бла-бла бла-бла бла-бла-бла моим профессором я присну их где-нибудь я плохо говорю нет ты хорошо не получилось в общем смотрите что из этого может получиться как бы еще хочется добавить это не просто покупки это покупки с умом это экономия на ровном месте это ну Каждому свое. Смотрите. Ну, в общем, вот такой карабас. Вчера припернул в UPS. И сейчас мы посмотрим, что здесь. Будем распаковывать. Я не знаю, это пришло все, что мы заказали или нет. Я не думаю. Потому что хозяйка коробки стоит довольная, как слон. Этот влог можно назвать обувь 2. В общем, мы будем распаковывать, будем смотреть. Возможно, я вставлю, невозможно, а точно я поставлю фотографии и покажу, по каким ценам это все было заказано. Потому что мы сейчас не вспомним. Вы увидите реальную экономию. Экономию на том, что вы просто заработали на том, что катались. Экономию на том, что вы купили вне сезон. Просто классные покупки. Погнали. Счастливый обладатель мега-карабаса. Не смеши меня. Давай, начинаешь. Свою мега-распаковку. Осторожно, не порань коробки. Ну, а зная, как упаковывает этот магазин коробки... Этот магазин, магазин Шоп Йоуэй, работает с магазином Сирс, Кеймар. Я не удивляю... Нет, было тяжело. Ну, я приказываюсь. Но сверху выглядит как будто... Сейчас я стану на табуреточку. На стульчик. Вот так вот упаковано. Смотрите, специальными этими воздушными прокладками, чтобы коробочки не попортились. Блин, вот смотрите, здесь все будут взрываться. Они очень классно лопаются. Блин, смотри, какая красивая собака. Я тут дочери подарю коробку. Кот, я надеюсь, ты это вырежешь. Но она ее обрисует и будет вообще... Здесь есть цены, но здесь есть цены, по которым мы купили. и... 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 Поэтому я не знаю, как... Ты лучше все-таки, Сереж, покажи... Я вставлю... Или фотографии... Да, здесь не напечатаны... Эти все... Ну, старые. Ну, давай уже, кому интересно... А-а-а! А здесь в коробках есть цены. Вот это да. Ну все, погнали. Карабас номер один. Так давай, наверное, большую коробку смеем. А, ты убери коробку, да. Берись за одно ухо и вот так на стул ее поставим. Вот. Так. Короче, тут пришло сколько пар давай... Ой, много пар. Давай смотреть по порядку просто. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 пар. А мы заказывали... Значит... 9. Сейчас мы посмотрим. Мы только что проверили. Все 9 пар пришли за раз. Не так, как в прошлый раз. А, интерес или не тайно? Так ты, Аль, скажи, Что почем хотите, с мячом? Так, эти сапожки, они стоили... На коробке. На коробке 60 долларов. 59,99. А купили мы их в итоге за 17... Блин, где они? Где они? Где они? Где они? Короче, я точно помню их цену, что они 17 с чем-то стоили. Короче, 60 минус 18. Вот, 17,49. Отлично. Ты можешь даже взять ручку, будешь вычеркивать, тебе легче будет разбираться. Ой, кот! Ну, надо проверить, что Сир сложил все правильно. Ты как приемщик на слайде. Давай, погнали. Пляжная модель мини-бикини на зимнюю осень. Ну, в общем, сейчас мы смотрим их просто в коробках и на столе, да? А потом Маришка будет их уже по очереди обувать. Ну, мне нравится. Ну, это замечательно. Материал, типа, как каракуль, но это тоненькая такая, что, вязаная? Да, да, это вязаная. Это чем-то напоминает мою кофту вот эту черно-желтую. А что внутри? Ну, внутричку. Рыбий мех просто тоненькая подпалочка. Да, они сделаны на такой, как бы даже без синтепончиков. Ну, это, наверное, как демисезон. Демисезон? Нет, не демисезон, демисезон, кишинтепончиком идут. Ну, это наш демисезон. Ну, да. Так, все, первая пара пошла. Коробку сбрасывали. Да. Мы будем здесь устраивать парад. Парад ботина. Пара номер два. Ой, собачка. Мне эта коробка очень нравится. Я знаю, что Катарина... Ой, это мои джинсы эти. Да, конечно. Как удивительно. Твои. Неужели? Так, стоили они 54. А продались? А продались. Сейчас я их найду. Там что-нибудь, блюд-джинсы или что? Короче, они, наверное, тоже стоят около 20. Вот они, наверное, 21 стоили. Потому что, ну, они стоят... Ну, так, галочку на всякий случай. Да. Я не вижу именно этих, но я помню, что они больше, чем 20. Меньше, чем 40. Ну, не 29. 29 другие. Так. Вот. В общем, что-то мне кажется, что у нас есть похожие, только... Балет. А? Балетки. Не, балетки джинсовые, это понятно. А, кожаные эти? А у нас есть кожаные, вот с таким вот разрезом. Короче, вот такая резиночка вставлена. Немножко меня, по мнению, очень нравится кабрук. Кабрук меня немножко разочаровал, потому что я на картинке казалось, что кабрук будет, ну, совсем как бы прямой, а он немножко такой подскошенный, но... Это очень принципиально? Ну, не очень принципиально, я как-нибудь привыкну. Будешь ицеть. Будешь стараться? Нет. Так, следующие... А, ну, возьмем, что? Смотрите, я туда разваливаюсь, разваливаюсь. На Карабасичном. 39,99. Ну... Какие-то лодочки? Ну, лодочки из Туя... Мы их купили за 11,99. 39,11. Вау! Блин, помяли мне бланти. Вообще. Короче, это что-то замшевое. Да. Замшевое или замшевое? Ну, это хорошо хватит. Или замшевое? Этот не помялся. Ну, прикольно, прикольно. А что там вон? Много буквы. Не видно в телефон. Ну, здесь размер европейский и все. Ну, нам еще главное, чтобы все подошли размеры. В прошлый раз это было супер. Все размеры подошли тютелька в тютельку. Будем надеяться, что в этот раз все будет тоже нарядно. Так. Эти... Метафор. Стоили они 44,99. А в итоге за 13,49. Короче, ты сейчас реально похожа на продавщицу обувного магазина, у которой идет приемка товара. Блин, ну вот эти классные. Эти выбирал, можно сказать, я. Потому что у Маришки был там вариант. Сколько у нас было? Порядка 140 или 120 баллов? 140. 140 баллов. И вот у Маришки там набиралось между... Где-то... Ну, 120-150. Она говорила, типа, оп, чуть не уронил модный сапог. Какой типа взять? Этот или этот? Вот. И я сказал, берем эти. Мне не очень понравились. Мне тоже очень нравится. Что интересно, что у нас сегодня все пришли вот на таком каблуке. Как-то совпало. Так, следующий. Опять метафор. Такое ощущение, что мы взяли двое одинаковых, только разное цифр. Это неожиданно. Ну да. Надо посмотреть, заказывали ли мы двое одинаковых. А цена у них такая же, как и у первых. Дай мне, пожалуйста. Получается, этот такой вот цвет какао. Очень красиво. Сейчас, ну, светопередача, понимаете, очень трудно показать. И я не знаю, как это будет выглядеть на экране. Видите, тот, который ближе ко мне, он более желтый. А тот, который дальше сейчас стоит, он более такой серый. В общем, этот цвет такой какао с молоком. Какао именно Неспик, потому что мы его делаем Антошке и знаем, как он выглядит. Это у меня. Что тут? Опять метафор. У нас все в основном метафор. Вау, ну это... Сказала, сколько они стоят. Это что-то интересное. 44,99. Так. Я не знаю, это, наверное, вот они тоже. Да, да, вот они. 13,49. Короче, все где-то в три раза дешевле получается, наверное, да? Да, фактически в три раза. Очень приятный цвет. Это у нас тоже получается замша. Это какао, в которое добавили мало молока. Вот сейчас вот очень хорошо отображает цвет телефон. И должно быть у вас хорошо видно. Вот. Все каблуки. Зайка, ты специально такой каблук выбирала или что? Они все на таком каблуке? Нет, не смешно. Прикольные. Так, следующее. Блин, да некуда ставить уже. Какой-то комфорт. Да. Что за комфорт? Что, по чем хотеть? Мечо. 44,99. 49,99. А, 49,99. А за 16,96. Это, кстати, нормальная тема, когда смотришь на цену, и язык почему-то называют, блин, ну вот это класс. Совсем другие цены называют. У меня такие оговорки тоже часто в магазине стучатся. Они как с синеватым оттенком каким-то, да, Сереж? Да, я бы сказал, они серо-синие. Мне почему-то казалось, что они черные. У нас в машине пластик, на который мы смотрим, он тоже выглядит черным, а когда становишься под солнце, под определенным углом попадаешь, он получается точно вот таким вот синеватым выглядит. Так что это вторая обувь у тебя, которая подходит под машину. А в остальной между есть нельзя. Нет, она подходит под машину, просто, как, понимаешь, как будто подбирает. Так, опять метафор, что почем, хотеть, ничего. 44,99. Так. Купили мы их за 14,99. Что у нас здесь получается? Замшевые, черные. Замшевые, ну, каких правильно назвать? Сочек, мы... Я уже знаю, каких правильно назвать. Ну, такой босоножки. Босоножки, короче. И... Дорогая, где это будет стоять? Котик, вместо тренажера. Не этого, а того, который твой. Нет, рядом с тренажером, чтобы тебе не так было. Сколько? Ой, я уже показала. Сейчас. Как они называются? Симпли? 49,99. И стоят они... Короче, в среднем полтинник обувь стоит. Нет, они должны, получается, по названию, они стоят 14,99. 44. А какие-то вот есть за 29, и я запуталась же, какие. А может, будет видно на фотографии, которые я вставлю? Да, потому что, ну, я запуталась на самом деле. Ну, это просто какие-то зимисезонные, тоже вот как первые. Такие вот без подкладочки. Замшевые. На низеньком каблучке. Опа. Такие вот на замочке. Ну, прикольные. Ну, что? Ну, что ты можешь нам сказать свое оправдание? Насколько тебе тут обуви вот... Короче, на сегодняшний день ты можешь, учитывая, что входишь, ты ходишь два раза в неделю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Котик, зачем ты их считаешь? Мне просто интересно. Не надо. То есть, получается, месяц ты можешь ходить в этой, переходит на следующий. Мне летом в этой будет жарко. Поэтому в следующий раз будем лень его покупать. Поэтому катайтесь на Uber, собирайте баллы и балуйте своего баловня. Это, кстати, мой подарок, моей любимой на День Мамы. Спасибо. Такой милый. Да. Вот. Я уже на прекрасном, на День Рождения, но тут смотрю, а пронесла. На День Рождения мы соберем еще баллы. Начинаем примерку. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит на ногах. Или на ногах. Так, погнали. Мы одели первые сапоги. У нас проблема. Показал. Нам нужны новые черные джинсы, за которыми мы поедем. На следующей неделе, потому что у нас раньше не будет. Ну нет, мы не поедем на следующей неделе. У нас и следующая неделя занято. Кот, знаешь, что я сейчас вспомнила? У ребенка 15-го часа выпускной, у ребенка нет костюма. Поэтому такое ощущение, что мы сегодня едем уже за джинсами и Антону за костюмом. Блин, как время лить. В общем, сапогами довольно очень-очень-очень, очень-очень-очень, мне очень нравится. Так, солнце отменяем. Завтра плохая погода, мы в колюс съездим надо. Блин, как-то темно. Попробуй вот здесь. Да, вот здесь. Там около окна не получается показывать. Потому что, ну, в общем, штаны на день рождения надо покупать. Сделай фотку, бабушка пошла. На день рождения штаны, котик. Тебе не стыдно? Перед вот всеми бабе... Три года он ей штаны. Ты мне еще, блин, конфет подарил. Так а что тебе? Так ты это вырежешь. Так зачем ты это говоришь? Ну все, погнали, следующая. Ну, тебе нравится, да? Да. Ну, это хорошо. Говорю, бабушки посрать. Короче, это... Вот для меня вот это самая лучшая пара. Повернись как-то боком. Это просто вот... Ну, если ты очень... Они тебе правда очень нравятся? Это самые лучшие. Так вынеси. Конечно. Ну, давай фотку бабушки. Короче, вот эта пара мне понравилась больше всего. Она просто, блин, великолепна. Погнали дальше. Но. Ну, мне они нравятся. Они классные. Это которые типа демисезонно. Да, да. Осенне-весенне какие-то. Ну, вообще я к Биг Бэру готова. Биг Бэр это... Место, куда лучше ездить зимой. Да, там есть возможность со снегом поиграть. И на прошлой неделе я получила письмо от Антона. Точнее, это было у него задание такое. В школе ему надо было написать письмо кому-нибудь. И в этом письме предложить что-то, допустим, или купить, или сделать что-то. Привести аргументы, почему это нужно сделать. Ну, в общем, убедить своего собеседника в важности этого. Смысл письма был показать, что ты умеешь кого-то в чем-то убедить правильно. Да, и главное, мистер Хоффман присылает письмо для родителей. Родители, даже если дети у вас будут просить там, блин, типа, новый айфон или еще что-то, вас не обязывает это типа, ну, как это сказать, вас это письмо не обязывает покупать. Это просто у нас такая, это было, но если вы хотите, чтобы дети заработали экстрапоинт, напишите свой ответ. Ну, и дальше он там со всякими смайликами. Я не буду исправлять ошибки в ваших письмах, я не буду оценивать их. И типа, если вы не захотите, чтобы я читала ответ в классе, вы, ну, сделайте в конце письма приписку, что не читать в классе. Ну, и, в общем, наш Антоша, да, я там чуть не проследилась. Он так красно написал, дорогие мамы и папы, я знаю, как вы многое тяжело работаете. Он написал, как тяжело работает папа, как я много работаю. Не пора ли нам, типа, немного остыть и съездить в Биг Бэр, поиграть в снег? И как аргументы он, типа, начал приводить, что папа любит заниматься выращиванием растений, он смог бы там для себя найти какие-то интересные экземпляры и потом попробовать их вырастить на балконе. Что-то для меня я забыла, что... А, потом у нас могут быть прекрасные семейные воспоминания, когда мы играем в снег. Ну, там дальше он написал, как мы будем снежную бабу строить, как это все красно. Но в конце, да, аргумент его просто, блин, я чуть уже не радала. Он такой написал, что мама и папа, папа, поймите, ведь мы же растем, и, возможно, через несколько лет уже, типа, будет поздно ехать туда и играть в снеж. Ой, блин, в общем, я ему тоже там накатала вот письмо, и, в общем, мы едем в Биг Бэр. А чтобы поехать в Биг Бэр зимой, нам надо конкретно, конкретно изменить и затарить свой гардероб. Потому что, в общем, у нас из одежды... Ну, самое теплое, это байки у детей, у меня какое-то вязаное пальтишко там. И все, у меня есть одни спортивные штаны. У тебя куртка кожа наездка, у тебя вообще можно прям на зиму спать. Вот, то есть, не обуви, там, каких-то шарфиков, шапочек. Ну, шапка у Саши есть. А, ну да, пару шапок есть, да. Так что все, можно ехать. Ну, курток нету теплых, наверное. Ну, купим, займите, что делать. То есть, вот, в общем, к чему был этот смех, что Биг Бэр Маришка готова? К тому, что, чтобы туда поехать зимой, нам надо реально или купить зимнюю одежду, или взять ее на прокат, если такое, вот, типа, этот лыжный. Лыжный эти комбуты. Да. Вот, ну, а тем не менее, и было очень прикольно, как Антоша написал, что нельзя упустить время. И было очень прикольно, когда мне нужно было писать два своих сочинения, а мне пришлось еще и Антону в школу писать сочинения, которые еще и не оценивают. Два цинка пустая. И переслание в колледж, да? Ладно, продолжаем обзор. Акера промахнулся. Нас постигло разочарование. Да, они мне большие, к сожалению. Они на ноге смотрятся гораздо лучше, чем в коробке. Они мне очень нравятся, но они мне большие. Мы попробуем поменять их. Не было просто твоего размера, что ты взяла этот, или... Я не помню. Все размеры брала ты шестерку, а этот взяла шестерку. Я подумал, что они узкие будут, или что. Ну, в общем, что за я себе подумала. Ну, в общем, мы их попробуем поменять. Попробуем поменять. Так, джинсы под джинсы. Нравится, все хорошо. Но они такие вот, мне кажется, как они такие немножко вот... Зай, ну это создается впечатление из-за того, что оно здесь... Вот этот вот момент, мне кажется, он такой жесткий, нет? В смысле жесткий? Как пластик какой-то, нет? Ну нет, хорошо, да. Но они так выглядят, прям вот раз, и как будто не гнутся. Мне нравится, я догон. Я огурчину затяну. Давай. Все, я готовлю. Ну, эти очень хорошо, я очень довольна. Мне очень нравится. Такая модная пара. Как мы с тобой. Ну, вот такие вот, немножко боком, понимаете? Да, вот так вот. Класс. В общем, одни, которые бежевые, вторые, которые черные. Под которые надо штаны купить. Нет, вот эти не надо, под другие черные. Я бы сказал, что это туфли, прощай молодость. С таким кубочком, ну, мне почему-то они как-то так вот. Ну, тогда я тебе эти на сне. Да, я так вот они глянулись. А мне нравится. Ну, в общем, из девяти только один мимо. В смысле, один мимо. Один мимо. Ну, тут я сама видишь, в общем-то. Ну, ладно. В общем, для тех, кто досмотрел ролик до конца, мы можем, так сказать, озвучить еще раз цену, потому что вы ее уже, наверное, на прилижке видели. Всего мы купили, получается, на 460 долларов, а заплатили 173. Из них 140 мы заплатили баллами, и 37 заплатили... Деньгами. Деньгами. Сюда вошло 22 доллара доставка, потому что, в общем, ситуация следующая, как я понимаю, если доставка где-то в нашем почтовом индексе, скажем так, то она, наверное, приходит бесплатно. А если они где-то идут издалека, собираются на базу, то тогда вот приходится платить. Вот, поэтому некоторые модели шли со своей доставкой. И налог, очень интересно считается, налог у нас всего 2 доллара. Почему-то не обкладывается налогом, наверное, интернет-торговля определенная. В общем, так. Ну, мы не вдавались в эти тонкости, как бы нам не интересно. Мы везде выбрали бесплатную доставку, где это возможно, потому что нам это все не горело, придет оно завтра или через неделю. В данной ситуации интересен тот факт, что очки эти собрались за определенное время, просто накапали на счет, сходили в магазин, наложили корзинку, заплатили. И очень быстро пешу, кстати. Очень быстро. В прошлый раз, мне кажется, долго было. Ну вот, вы были на канале Наша жизнь в Америке. New Life is My Life. Набрались обуви под завязку. Заходите на наш канал. У нас много интересного. Мы ходим в магазины, в продуктовые, рассказываем про цены, какие у нас, сравниваем с вашими, показываем ингредиенты, показываем, что мы кушаем. Также есть плейлист с распаковкой, где мы все это пытаемся съесть. Также у нас плейлиста еще нет, но я скоро его сделаю, там, где Маришка готовит. У нас есть плейлист про учебу, там, где Маришка ходит, учится в колледже и делает большие успехи. Она большая умница. И есть еще всякие разные другие видео с детьми, там, где мы где-то ездим, отдыхаем, еще что-то, бла-бла-бла, катаемся по городу. В общем, заходите, у нас очень много интересного. Подписывайтесь, делитесь нашим видео, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся в интернете. Bye-bye. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok